Всем привет! Сегодня мы поговорим об обновлении, пришедшее на наши сервера 27 августа. Внеочередное обновление, да, как бы приятно на самом деле, потому что нам не пришлось ждать четверга. Нам это обновление дали в понедельник. То бишь, как только оно поступило в доступ, нам сразу же его и закинули на сервер. Обновление небольшое, но это не меняет его, то есть оно тем не менее очень приятно, я бы так сказал. Долгожданное, потому что долго мы уже писали на форуме, писали на фейсбуке, просили уже разработчиков дать там что-то подобное. В общем, не буду тянуть, сразу перейдем к обновлениям. Основное обновление это то, что в Альянсе уровень дракона, да, вот это вот, это вот нашего дракончика, охота на драконов, да, повысили до 240, если я не ошибаюсь, да, до 240. Далее, повысили уровни Альянса, вот мы 256-й, наука, соответственно, повышена, максимальный 300-й уровень. У нас 265-й на данный момент, потому что это изначально был Твин Альянс, но там куча было изменений по Альянсам, и здесь было мало опыта. Я видел в Альянсе, который уже 280-й, есть, наверное, и 300-й, у кого опыта достаточно было. У нас было немного, у нас всего лишь 265-й. Значит, подняли уровень Альянса максимальный до 300-го, уровень науки до 300-го, так что готовьте золото. И уровень дракона Альянса до 240-го. Какие там награды, еще не знаю, мы вот за сегодня вот только вот чуть-чуть набили, потому как никто не знал, не ждали, и, естественно, многие потратили попытки. Дальше подняли уровень драконов общий. Вот, короче, вот этот вот уровень драконов, у меня 112-й максимальный, был раньше 150-й максимум, сейчас подняли до 200-й. Опять же, привет, донатеры, и спасибо им, у них будут 200-е драконы, да. Дальше смотрим, дальше добавили облик оружия, поменяли, да, то есть вот эти вот оружия. Сейчас прогрузится, вот, голд, да, вот такое вот оружие есть. Изменили внешний облик. Также вот это вот, вот, оружие, и последнее вот это вот оружие. В принципе, симпотно выглядит. Дальше я еще покажу вам сейчас на других классах. Сейчас покажу на маге, на воине. Так, вот, лучше я на своих твинах быстренько покажу вам, потому что это будет долго. Мои твинчики. Заодно посмотрите, что у меня с твинами. Так, значит, воин. Сейчас вот на воина посмотрим. Быстренько, так. Оружейки. А, да, еще добавили маленькую линейку квестов, которые доступны с седьмого уровня. Но, к сожалению, я ее хотел сохранить для вас, чтобы показать. Но при релогине она просто исчезла у меня. Так как она была полностью пройдена, учитывая мой уровень достижения, то я ее не смог поставить и показать. Там, в принципе, небольшие награды. Ну, как для новичков классно. Там полностью комплект нулевого оружия, комплект нулевого одежды и оружия, синей одежды и оружия, фиолетовой одежды и оружия. А также там попутно дают два фиолетовых молотка для алтаря, одного S-ранга героя, мотоцикл на три дня, 200 магических камней, и еще, по-моему, там какие-то реликвии. Ну, там ерунда, в принципе, как для меня. А как для начинающего игрока, это очень даже неплохо, считаю. Так, смотрим. Оружие воина. Вот, видите, раз, облик поменяли. Вот второе. Довольно-таки солидное, я бы сказал, мощное. Такая вот махина. Ну и вот последний. Так, в принципе, не очень, но если смотреть... А, вот, не дают, да? А, вот, смотрите, видите, с анимацией, то... Ну, в принципе, смотрится очень даже ничего. Так, сейчас быстренько еще посмотрим на магах. Там тоже три новых облика для оружия. То есть, вам не нужно покупать какие-то отдельные облики, да? Это стандартное оружие, которое до R2, да, до красного второго уровня у вас есть. То есть, вы просто одеваете оружие новое, красное, желтое, фиолетовое. И получаете облики. Вот так, смотрим еще облики на маге. То есть, да, вот обычная фиолетовая палка, а смотрится как... Смотрите. Очень, очень солидно, я бы сказал. В принципе, это реально круто. Потому как обычное такие, не это самое, невзрачное оружие, а выглядит реально круто. Это, я так понимаю, золотое. Тоже, смотрите, с анимашкой. Реально, если предыдущие были просто статические, да, вот такого вот, плана вот такого, да, то вот это вот уже с анимацией, начиная с фиолетового. Ну и вот последняя. Да, вот такая вот палочка. Но это было ожидаемо, потому что много было фотографий с вот такими именно, вот такого вида оружия. То есть, было ожидаемо, что будут и другие изменения, но я как бы думал, что это будут донатные облики, то есть, как там, как вот эти, где там закрыто, да? Не покажу сейчас, хорошо. Донатные облики сейчас на основе покажу, как с бездной, по такому, типа, как вот пандочки, лапки были, вот такого плана. То есть, это будет за донат. Я, в принципе, думал, это будут дополнительно разнообразные облики оружия. Вот, но, к счастью, нет. Их ввели просто, вот, просто как обычные облики, обычного оружия. Да, вот картинку тоже поменяли, видите? Тут другая была. Вот, а обычный облик, обычного оружия, в принципе, очень даже ничего смотрится. Такие есть даже анимационные прикольные, на самом-то деле. Вот, вот и все, в принципе, это все. А, ну и нам дали награду за обновление. Вот, кто не взял обновление после завершения технических работ, вот, пожалуйста, заберите. Ну, как бы, бонус плюс. 5 сундучков на кристаллы и 10 сундучков с разными айтемами волшебного кольца. На Твинах открывал 800 тысяч золота, не выпало. В принципе, золота и не нужно, потому что золота и так достаточно. Да, вот, охота на драконов 240, альянс 300, науку альянса тоже 300 и новые задания 7 уровня. Также увеличение уровня дракона 200. Это, в принципе, все, что нам дали. Но, в принципе, я думаю, что этого достаточно. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!